всем привет вы на канале метатель ну что ж сегодня будет необычное метание начнем вот с этого предмета кружечка или ну большая кружка либо маленькая кастрюля начнем его маятник метать удивительных людей понравился мне в маятник метать ну продолжим видите как можно и в маятник засадить такую штукенцию кружечку большую либо маленькую кастрюлю кому как нравится названием дерево жесткое сегодня у нас будет сборник метания необычных предметов и кстати говоря сразу скажу в конце полетит вот такой предмет леечка так что смотрите видео до конца а сейчас кружку усложнимся другую мишень сделаю и в нее метанем это слишком легкая досмотрите обязательно до конца в конце будет лейка летать ну что ж кастрюлька полетит вертино получится сейчас узнаем кастрюлечка или большая кружечка ридику привет надо передать сможем были не сможем да без проблем смотрите как кастрюлька веретене были на было замедлением снимать но и так я думаю прикольно получилось так ну что ж начинаем наш сборник маску я снял что до этого маски снимал сейчас лучшие моменты будут со всякими предметами тип таких а перед этим смотрите мне тут из лазерной мастерской заготовки пришли нарезки нарезали керамбитики вот такие вот три штучки осталось осталось их до ума довести видео пойдут многие просили кунай снять с ним как их метать безоборотно вот три штуки мне нарезки пришли надо их до ума довести и с ними я тоже урок скоро сниму как метать кунай каким способом ну и сам прикол конечно тоже будет отдельное видео вот про эти летающие штуки так что обязательно подписывайтесь нажимайте колокольчик и какое из этих видео быстрее снять с керамбитами уже было кунай или батаранги с каким из видео с каким из ножей снять побыстрее видео пишите комментарии обязательно подписывайтесь нажимайте колокольчик так ну что ж сборник поехал лучших бросков когда я был в маске в маске 3 очков 8 метров кастрюлю ровно посередине Есть. Зраненый стакан тоже хорошо входит. И не разбился. Ложечка в большую баночку. Не забывайте заходить на мой YouTube канал и смотреть все видео. Я не только ложки могу метать. Пожалуйста. Зеленый горошек. Блин. Теперь убирать надо. Зато как эффектно получилось. Так, ну что ж, метатель снял маску. Для истории 10 метров ложка. Которая залезла плашмя. Опять, едальной стороной, подчеркиваю. Едальной стороной заходит, а не ручкой. Бойтесь ложку. Так, берем карандаш новый. Затачиваем его. Чтоб не думали, что он сердечник железный. Дистанция 10 метров. Реально ли воткнуть карандаш с 10 метров? Реально. С первого раза. Свидетели есть. Обалдеть не стоит. А что же мне так постоянно-то везет? Пожалуйста. Карандаш воткнулся с 10 метров. 10 метров карандаш. Ну, правда, не по центру, но какая разница? Опс. Ставим камеру. Вот так вот. Карандаши с 10 метров хорошо втыкаются. Так, ну что ж, камеру перестану, 15 метров. Та же самая непонятная фигня для метания. Воткнется или нет? А почему нет-то? Без проблем. Вот она зашла так, хорошо. Та же самая бутылка. Теперь, где там, вот сюда, повыше, совсем жестко. Я попробую засадить. Без проблем. Видите? Это уже жесткая. Совсем жесткая. Смотрите, насколько зашла. Видно, уж не видно из-за солнца. А я другой полонник нашел. Незалека-то надо то, что все равно бросить. Пожалуйста. Сколько сот? Метров 9-10. Шторую камеру не стал устанавливать. Блин, скользяй его всего. Ручка мягкая. Ну вот, пожалуйста. В мишень. Реально это или нет? Реально, скажу я вам. Только не знаю, чем они там моткнулись. Но это не столь важно. С 30 метров ножницы можно... А даже нужно опасаться. Попробую еще раз грабли метнуть. В прошлом году металл. Надо в этом тоже поскорить свой рекорд. Готово. Сложно грабли засадить. Что-то не думали. Ладно. Надо показать, что земли не касается, что все на весу. А то не поверите. Видите как? Грабли на весу. Так что грабли тоже можно метануть неплохо. Видите как? В мишель все-таки надо засадить. С 15 метров. Изолентный обмотал, чтобы полет был виден. Волкин. Есть офигенная безобородочка. Так что неудобный предмет. С 15 метров тоже можно садить. Ой, как неудобный предмет. Скажу я вам. И как красиво он залетел. На этот раз не ниже. Ага, вот так. И это можно. Видите как? Так что у вас в кармане лежит пластиковая карта. Опасная штука. Здесь ничего не очень удобно. Если ты не мочешь, чтобы он просто не был. И да, не сбукал в кармане. Ага, вот так. В танке можно садить вот так вот. Так, ну что ж, посмотрели. То, что сейчас было в видео. Это я когда в маске на своем канале метал. Так как маску я снял. Теперь будут видео без маски. Так, ну что ж. Леечка. Как в начале видео говорил. Сейчас полетит леечка. Но обратите внимание. Леечка. Носик у нее вот какой маленький. Слишком маленькая зона втыкания. Была бы с таким носиком, гораздо легче было, как топор нож втыкать. Но я люблю сложные задачи. Начнем с маятника. Полетела лейка. Без проблем. Пожалуйста. Никак от меня это слово не отцепится. Так что видите, и лейка при грамотном подходе легко залетает. Блин, слишком большая, чтобы все показать. Так, ну что ж. Я так думаю, надо сейчас усложниться и в другую мишень воткнуть, в которую веретено. Маятника это уже как-то просто. Ну что ж. Сейчас веретено уставлю и в веретено лейку засадим. Так, ну что ж. Под занавес давайте леечку в эту ерундовину засадим еще. Можно ли это сделать или нет? Вот эту ерундовину влей. туда. Блин, не застряло, но можно. А только номер два. Никто не говорит, что с первого раза. Надо просто посильнее бросать. Ну ладно, пожалуйста. А со второго раза получилось. Видите как? Просто посильнее бросил и получилась такая красота. Красота? Что могу сказать? Так, ну что ж. На этом наше видео. Сборник лучших бросков закончен. Подписывайтесь на канал, еще раз говорю. Обязательно нажимайте колокольчик. Пишите комментарии, что из бросков больше понравилось. Лайк. Всем пока.